Пожалуйста, слушаем вас. Разрешите, Симонов, меня слышно? Видно презентацию? Да, я слышно. Презентацию? Насчет «видно» нет пока, сейчас минутка. Да, вы листаете слайды, сейчас выведу, секунду. Теперь видно. Так, вот я листаю слайды, видно, да? Да, видно, хорошо, перещелкивается. Спасибо большое. Можно приступить к началу доклада? Во-первых, разрешите поблагодарить предыдущего докладчика. Вот, это для него, так сказать, большая честь, участвовать в таком большом мероприятии, крупном, международном, всероссийском. Прошу поддержать, так сказать, в кулуарах, ну, все. И посоветовать, мы, конечно, все учитываем. Следующий доклад – это использование свободного программного обеспечения при разработке устройств для развития мозговой и физической активности коллектив студентов. Лапшина Екатерина Рунов, Александр Еркелев, Алексей Катаргин, Максим. Мы уже неоднократно участвовали. Вот, суть здесь в чем, что во время пандемии, конечно, пострадало, ну, повлияло, так скажем, оказалось, было оказано влияние и на учебный процесс, и на, собственно, здоровье студентов, которые вынуждены были не отходить от компьютера. Преподаватели вообще не отходили от компьютера по очень большим промежуткам времени. Вот, и, конечно, мы, как социальный вуз, вот, Российский государственный социальный университет – это ведущее учреждение в области социальных наук, и вот мы обращаем внимание особое на комфортное обучение студентов и их физическое и психологическое здоровье. Вот, и тренировка во время пандемии, во время самоизоляции своих, там, физических способностей, памяти и прочее, мы тоже этим занимались. И наряду с другими разработками хотели бы представить три вот относящиеся вот такой области. Ну, вот проблема, как мы говорили, дистанционная форма занятий – во-первых, сохранить качество образования и как преодолеть неизбежную гиподинамию. Качество образования, ну, многие перешли, ну, кто имел возможность, да, на использование симуляторов, вот. Ну, а сама гиподинамия, она, конечно, потребовала, ну, и физической активности, как-то там, зарядка и прочее, но и тренировка мозговой активности, то есть память, координация, вот, моторика очень помогает. Вот, ну, здесь вот сказано, что гиподинамия отрицательно сказывается на головной мозг, ну, это, в общем-то, известные сведения, вот, снижение двигательной активности и бороться с уже укоренившимися последствиями значительно труднее, чем их вот в процессе купировать, локализовать, вот, и работать с ними. Ну, а какое же вот решение задачи устройств компенсации последствий гиподинамии и самоизоляции? Первое устройство – это отслеживание осанки и времени работы за компьютером. Было смоделировано программно-аппаратное средство, вот здесь вот вы видите модель, макет, который имеет несколько функций. При превышении максимально допустимого времени пребывания за компьютером устройство сигнализирует и выдает настойчивые сигналы о необходимости сделать перерыв в занятиях, потому что люди увлекаются, вот, кто-то говорит и до утра, нам очень хорошо знакомо, вот. А организм, ну, молодой организм выдерживает, но силы, конечно, должны поддерживаться, они не бесконечны. Второе, очень важно, если осанка нарушена, то прибор настойчиво сигнализирует и об этом, вот, и выдает запрос на приведение осанки, позы в нормальное положение, состояние. Также мы сделали оценку контрастности, потому что вот в одном ВУЗе, не в нашем, в другом, как говорят, в соседнем районе, вот, мы в некоторое время пришлось работать, ремонт был, перенесли компьютеры, яркое-яркое освещение снаружи и темноватая комната внутри, вот. Так что мы как раз сделали и такое, измерение контраста, вот, и сигнализация о недопустимом контрасте, и необходимости этого, и это компенсировать. Дальше. Следующее устройство – биатлон в помещении. Вот. Это устройство, которое имитирует игру в биатлон. Вот, лазерный пистолет, вот, тир. Сделали такой комплекс небольшой, вот, как раз показано, как студенты над этим работают, потом дипломы защищали. Вот, нужно и пострелять точно, там, примерно с трех метров, потом положить и пройти по коридору, так, побыстрее желательно пройти, потом вернуться и вторая серия, вернуться и третья серия. И баллы подсчитываются, ну, примерно как в биатлоне. Можно точно стрелять, но медленно ходить. Или наоборот, там, быстро ходить, но запыхаешься, руки ходуном ходят. Мы сделали измеритель колебаний, вот, чтобы проверить, какой Вильгельн Тель, вот, имеет ли такие способности. Вот, это было реализовано на Raspberry Pi и трех ардуинках в одном комплексе. Вот, белый блок сверху, слева. Вот, студенты с большим интересом в перерывах тренировались, смотрели, ну, и делали, конечно. Вот, здесь вот на рисунке все видно. Вот, хорошая получилась игра. Вот, и третье устройство – это запомни, воспроизведи цветовую последовательность. Ну, игра, в общем-то, известная. Вот, мы ее сделали, реализовали с небольшими дополнениями со звуком, чтобы, ну, у нас РГСУ, поэтому лица с ограниченными возможностями у нас тоже учатся. Вот, кто-то с ослабленным зрением. И вот данное устройство вырабатывает цветовую последовательность зажигания разноцветных светодиодов, которые нужно запомнить и воспроизвести нажатием на соответствующий кнопочек. Сейчас на следующем слайде будет. И с каждым шагом количество комбинаций увеличивается. Вот, для лиц ОВЗ предусмотрены звуки разных тонов. Вот, мы ее испытывали на днях открытых дверей, и студенты, и преподаватели. Ну, и вот было замечено, что студенты воспроизводят где-то там 40, 45, 50 шагов. Вот, ну, а вот преподаватели там, я лично там 25 шагов запоминал. Вот, то есть вот такая тренировка, видите, тоже необходима вот в поддержании все время. Вот. Вот. Эта установка здесь представлена. Мы корпус для нее сделали, со шрифтом брали. Вот она доступна для большого количества людей. Вот. Код, ну, мы тоже выложили. Не знаю, вот в Тинкеркаде это делали. Вот. Ну, мы проверяли, вроде бы там доступно было. Вот. Так что используемое программное обеспечение является бесплатным. Открытый исходный код, не требует установки. И вот представлен корпус. Внутри одна ардуинка. И вот кнопочки управления. Количество импульсов насчитанное. Вот такая была разработка. Выводы, что разработанное устройство компенсирует статическую нагрузку на организм, гиподинамию, возникающую при длительной работе за компьютерами, электронными устройствами и в условиях пандемии. Устройство содержит программно-аппаратные решения, использующие свободное программное обеспечение. И в результате у пользователя улучшаются показатели физической и мозговой активности. Вот. Хочу добавить, что студенты с большим интересом занимались такими разработками. Вот. Ну, это как-то и само по себе интересно, и проверить себя интересно, и у других посмотреть, какие результаты. Вот. Безусловно, эти проекты, прежде всего, учебные цели преследуют, ну и какие-то, конечно, положительные результаты получены. Полезные. Полезные результаты. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Да, есть. Есть, есть. Ну, как бы, то же самое про Тинкеркад. Открытое программное обеспечение. Если вы считаете, что набор треугольников, которые он может экспортировать, это какие-то исходники, это не совсем верное утверждение. Есть хорошая замена. Открытая. Называется OpenSCAD. Не путать с OpenSCAD. Это совсем разные проекты. Почему бы его не использовать? Облако хорошо, в браузере все работает, но в любой момент можно всего лишиться. Хорошо. Спасибо большое. С удовольствием. С удовольствием воспользуемся, конечно. Сейчас импортозамещение очень важно. Студенты тоже этим интересуются и озабочены. Ну и мы преподаватели тоже, безусловно. Конечно. Еще есть? Нет. Спасибо тогда. Спасибо за доклад. Спасибо. Переходим. Спасибо большое. У нас следующий доклад.